привет я не снимал такие ролики уже месяц или больше честно скучно правда скучно не выезжаете не кататься не снимайте в других городах странах все потому что у меня не было паспорта я сделал лучшую визу 73 страны из-за грузинского гражданства я могу посещать поэтому чуваки 1 декабря я планирую не обещаю еду в казахстан потом еду в украину беларусь все в рандомно не путайте в общем путешествия будут и снимать мы будем очень много я это хочу делать и вы это смотрите спасибо большое всем ваши идеи пишите везде куда попало и я все читаю но сейчас самое главное мы снимаем прокачку пока прошлый выпуск с братишками собрал 600 тысяч просмотров поэтому как ты понял надо снимать еще надо снимать еще 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 и поэтому мы сейчас едем к новому участнику прокачкой пока и этот выпуск отличается тем что прошлых были 16 плюс 18 плюс но в этом выпуске я решил взять последнего парня из россии больше в россии снимать не буду это питер и мы едем к 12-летнему парню я в нем нашел какую-то перспективу он играет фортнайт он проигрок ой боже какой проигрок он пытается быть проигроком в общем я хочу дать шанс тем более взамен он мне дает ps4 slim edition поэтому чувак 90 процентов я из-за этого дела в общем он не даст в общем мы сейчас едем к нему в ленинградской области вагалатово вместо какой-то бриллиант называется это военная какая-то база все бы хорошо но спонсоры в этом выпуске не решили помочь мне потому что у них бюджета заканчивается конец года и так далее поэтому сейчас видеокарту процессор материнга должен покупать сам на 40 тысяч рублей это огромные деньги если считать то что я потратил в прошлом выпуске 0 так это все наши девайсы но у нас кейс в салоне и там ничего нет сейчас пойдем покупать днс я ваш лучший покупатель за я уже полмена вложил за месяц кому скидку до 3 процента 3 за 2 договоримся в общем мы собрали комп такой детей с 1660 полит у нас материнка asus lga 1151 bp у нас 600 ватт и ай 5 9 4 сейчас он у нас 39000 плюс еще 1400 сборка слушайте 41000 рублей давайте наберем 41000 человек нет именно 41000 195 лайков типа изи ведь 195 да все ждем эту цифру в лайках готова мы собрали комп получилось 40 на 1000 и вот он был легким сейчас более-менее так ну кстати это не сравнится с тем что у меня сейчас дома он весит 25 килограмм я реально накачал накачался максимально потому что он очень тяжелый ролик про мой ком будет совсем скоро где-то через две недели в общем получилось так что спросил подписчика у него вообще до этого была пластышка компьютера вообще не было никогда поэтому у него интернет ужасно слабый скачивать туда винду будет часа четыре устанавливаться еще долго будет пульская сгон не будет скачена поэтому мы решили привести ком сюда вы его уже собрали а у меня током ударяю чему током бьешь я не знаю уже неделю так так в общем вот как он выглядит на секунду мы приехали это какая-то закрытая территория что-то связано с зоны 51 до место называется бриллиант так и мне сказали побежать к праву шутбалу чувак у них автоматы не со здоровенными собаками чувак это что-то здрасте нас записали должны были записать 2-7 2-го моего серы смотрите у меня свой личный парковщик прям здесь парковаться что готов увидеть все свои девайсы вот и да кстати 11 а гайрол 12 да подожди с каких пор и показывать девайсы сразу да че за все завоеведение просто помоги нам так я я думаю что тебе дадим самая маленькая так сейчас мы посмотрим что дома у нашего подписчика эта рубрика шок напросился здравствуйте я мама Даня так очень приятно меня эрик зовут здравствуйте здравствуйте так вопрос куда наверх наверх у нас крутая лестница это единственная лестница а у него прям рабочий стол слушай неплохо я думал у тебя вообще нет рабочего места грамоты 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 за что форнайт он же танцами занимался но драйк данс он сейчас не модно да вообще не модно и из дома не выхожу потому что он хочет стать киберспортсменом серьезно он прям говорит об этом да а я просто обратил внимание потому что он акт написал грамотно и я прям поверил в него почему но ты играешь в фортнайт на пусэшке это же совсем разные вещи да раньше было что вообще какой у тебя уровень игры по десятибальной системе фортнайт ну если оценивать прям для киберспорта или для консоли ну для киберспорта ладно у тебя есть шансы он всего лета я могу сказать в какие-то турнирах участвует ты хоть выиграл что ли? да постоянно тренировки у него постоянно турниры постоянно что-то у тебя команда а нет а ты соло геймер ну что ли? короче очень много вопросов все об этом поговорим но кому-то у тебя уютно но сейчас мы начинаем зарабатывать мы грузчики мы строители инженеры и так далее все на операторе будет кресло я занимаюсь монитором девайсами и компьютером фух начинаем это все потому что я тренируюсь на sabershock.ru мои сервера их уже 109 я ссылку оставил в описании тренируйтесь режимов много полтал много вас всех ждут развинайтесь перед игрой именно там фух ну а мы собрали комп осталось 30 минут до нашего выезда мы собираемся выехать в 6 но мы всего успели ну и сейчас мы покажем вам и Дане вообще что у нас получилось я вам сейчас покажу что мы вообще сделали окей сразу по креслу аэроколл название у вас на экране цена у вас также на экране господи оно хорошее хорошее кресло не буду что-то придумывать типа он боже оно как небеса такие же приятные мягкие не просто хорошее кресло сидеть можно это лучше чем вот это а цена позволяет почему бы и нет по девайсам они у нас от hyperx спасибо ребятам за то что они разбавляют всю эту тематику и сегодня мы получили то что никогда не получали эта мышка называется hyperx dart она беспроводная и самое интересное она отличается немножечко по форме к примеру от той же суч и rgb интересно hyperx pulsifier dart это наша мышка которая является беспроводной переключатели amron на 50 миллионов нажатии честное 16000 точек на дюйм и максимальная скорость ускорения 50g ну а мышка может не заряжаться 50 часов по умолчанию и до 90 при выключенном светодиодном индикаторе так наушники они у нас flight тоже беспроводные спасибо ребятам из hyperx как я понял они недавно только выпустились они не были в россии даже очень долгое время но сейчас уже их можно купить давайте я надену вот без дрофов я вам пишу тут скажу звукоизоляция очень классная ни одни еще наушники hyperx не были такие приятные то есть ты реально погружаешься в другой мир ты ничего не слышишь и они приятные гарнитура у нас hyperx cloud flight это гарнитура которая работает опять же без провода ну а также с проводом если вы хотите во время автономной работы до 30 часов и они могут поворачиваться на 90 градусов чтобы обеспечить более удобную посадку клавиатура у нас hyperx alloy origins которая позволила мне выключить кс го она светится максимально приятно свечи у него сейчас обзорщики эрик на красных свечах они считаются неплохими клавиатура у нас hyperx alloy origins это абсолютная новинка от бренда hyperx так как они стелены на своих собственных свечах это не черри это не кайла или какие-то другие свечи это что-то новое рассчитана она на 80 миллионов нажатий а корпус стелены из авиационного алюминия что у нас по коврику это hyperx fury s да у hyperx в хорошей коврике который прям на весь стол но совпадение таково что они поняли что у участника не будет нормального стола для этого и поэтому просто стали такой вот маленький так монитор господи он шикарен серьезно шикарный потому что внимание 2k разрешение и 165 герцов не сострой 4 не 60 не 240 165 зачем ну а это круто но самое главное разрешение 2560 пикселей на 1440 если не ошибаюсь это очень круто вот серьезно мне не хватает этого я бы просмотрелся что умеет этот монитор внимание он умеет подниматься он умеет спускаться он умеет вот так вот делать он умеет вот так вот делать и он умеет все то есть точнее все типа все больше ничего не может но прикольно и самое главное это у нас компьютер сам это дорогая покупка 41 тысяча ушла конечно не хотелось бы чтобы прокачка бы хавала бы деньги по сути я создавал ее чтобы спонсоры были бы но в итоге иногда спонсоры подводят так а сейчас у нас идет речь про корпус у нас опять он аэрокул аэрокулы реально спонсируют каждый выпуск корпусом он не тяжелый но по материалу я бы не сказал что он надежный потому что пока мы его приносили он даже чуть-чуть прям коснулся так смотри здесь как красиво все светится и самое красивое это вот здесь понятное дело не все светится но что то есть обычно спонсируют оперативкой и ssd kingston но на этот раз silicon power они нам предоставили 512 гигабайт ssd это очень много это реально много то есть даже для жесткого диска это иногда достаточно но у нас он только на ssd ну и плюс оперативку от silicon power спасибо ребятам за то что не вложились в этот проект ну надеюсь тоже мы продолжим сотрудничество ну и все характеристики которых я вам не рассказал они у вас на экране чтобы не тянуть время окей я думаю что можно звать даню мы уже все вам рассказали спонсоры теперь довольны кстати по вопросу почему я взял такого молодого участника я хотел просто посмотреть на сколько будут отличаться эмоции участников то есть то что я видел в других выпусках где там были взрослые ребята там 19-20 лет они как-то спокойно к этому относятся мне просто стало интересно а может быть этот участник сможет как-то более открыто себя вести не будет таким сдержанным и так далее то есть мне просто для эксперимента интересно ну и история самого Дани меня очень заинтересовала может быть он реально станет проигроком короче все я зову Даня ну что Даня are you ready? yes окей все сейчас Даня увидит компьютер за не знаю сколько у вас цена будет сейчас на экране сколько стоит это КПК один два три шок шок давай можешь оценивать 10кс что можно сказать по моему КСК увы мы не фортнайтеры так сразу говорю то что я вообще слаб в КСГО? Да не то, чтобы слаб, я даже, ну, не то, чтобы даже в CSGO, я говорю, слаб вообще, в общем, на ПК. А, да, вот ты же, вот, ты же на полсэшке играешь. Ну, кстати, стабильный 300 фпс, если что, я тебе сразу говорю, ну, типа, это много, это хорошо. Да, я понял. Слушай, попробуй наушники, как они у тебя вообще? У тебя не было наушников, правильно? Нет, у меня были, но, как бы, их лучше не видеть. Так, в общем, как тебе наушники вообще? Как у тебя вообще все, что происходит? Как тебе, какая-то ура-мышка? Я не знаю. А, у меня же. Так, посмотри, этот компьютер. Как тебе он вообще, как выглядит? Просто 10 из 10, правда. Ладно, да, не будет сложно, потому что вообще он никак не связан с ПК. То есть, я себе сейчас этот комп дарю, если что, с целью, чтобы ты бы стал бы каким-то проигроком в Фортнайте. Но мне нужно понять, как ты играешь в Фортнайте. Поэтому давай, включай пластешку и показывай. Хорошо. Так, смотрите, все, он сейчас будет строиться, давай. На это вот, посмотри ты, Дорик. Так, ну реально видно проигрок. Чуваки, которые смотрят этот ролик, объясните мне, пожалуйста, вот то, что он сейчас делает, это хороший уровень игры или нет? Понятное дело, будут завистники, скажут, что он плохо играет. Мне нужны адекватные ребята, которым интересно смотреть это как просто контент, а не типа мне подари пока. Тем более, в России я больше не буду снимать это шоу. Так, ну, есть какие-то, ну, есть какая-то, я ничего не понимаю. Не, я примерно понимаю, как строится. И я вот просто, знаешь, прикол, я не понимаю, это сложно или нет, что он сейчас делает. Кого смотришь из стримеров? Из стримеров много тебя, Илона, кого еще? Зачем ты меня смотришь, сейчас в КСГО не играешь? Ну, просто интересно. Вот, потом меня спрашивают, Юрий, почему ты меня подписчиков, просмотру в статусе. Не, на самом деле просмотры классные, ребят, все хорошо. Это, Ютуб так работает. Два года канал, каждый подписчик не сможет смотреть ролики. Где ты тренируешься? Я тренируюсь, вы знаете? Не, в КСГО. А, в КСГО. А, в КСГО, а КСГО, а КСГО. О, фак, вот прикольно, то, что он не знает, он не смотрит так сильно КСГО, но шарит за этот мем. Это классно. Ребят, все тренируйтесь на Сайбершоп. Копайте вивки там, так там. Откуда ты знаешь его? Ты стримы смотрела? Да, я смотрю стримы. На Twitch, да? Я смотрю, да, на Twitch. Он смотрит стримы на Twitch. Делайте, как он. В общем, короче, я понял твой уровень игры. Все слабо. Так, выбираем его от меня, видишь? Зря приехали вообще. Тебе 11 лет, но как это... Ты очень грамотно общаешься в чате. То есть, когда ты написал мне, я не думал, что тебе 11 будет. Не знаю, наверное, потому что я просто много общаюсь в соцсетях. Я же говорю, я почти не ухожу гулять. Это в то же время и минус, в то же время и плюс, что со мной потом можно общаться адекватно. Если сравнить меня с моими одноклассниками. Опа, честно, подошло. Сразу и на мой подписчик. Нет, Ладия, реально, я из класса, общаюсь только с одним человеком нормально, потому что можно. Остальные ниже тебя, да? По именам, по именам, всех, кого ненавидишь. После этого в школу приходят, его не открывают. Так, слушай, в Fortnite ты будешь проигроком. Когда? Когда? Ты поймешь, что тебя никуда не пустят? То есть, тебе должно быть хоть 16 лет, чтобы тебя были все либо на турнир. Нет, вообще в Fortnite 13. Серьезно? То есть, два года ты будешь в АФК? Ну, нет, почему вас, как? Когда у тебя день рождения? День рождения 14 января. А, ну нормально, еще год остался. Так, ладно. В целом, я думаю, что можно закончить. Ну, если посудить по CSGO. Чувак, ты должен сейчас учиться играть. Давай как-то ты оставишь свой паблик в ВКонтакте, либо что-то такое, чтобы мы бы за тобой следили. Типа, ты вообще хоть где-то развиваешься? Я, да, в ВКонтакте, у меня там 70 человек. 70 человек? Ну, я оставлю ссылку, ребят. Если кто-то играет в Fortnite, можете за ним следить. Я не знаю, насколько у него хороший уровень. Я спрошу у стримеров, у Явилона, у FlexGK насчет этого. А, ты знаешь FlexGK? Да, я знаю, много из них. Много из них? Да. Да, вот эти вот слимеры всякие. За всей этой компанией. За компанией? А они их вместе снимают? Ну, да, снимают вместе, они знакомы все. Короче, чуваки, ему 11 лет. Что вы делали в 11 лет? Мне кажется, тут все ничего не делали в 11 лет. Друзья, ну, я думаю, что можно заканчивать этот выпуск. Даня – это герой нашего выпуска сегодняшнего. Я не знаю, кажется, шестой или седьмой выпуск. Сильно, быстро мы это все снимаем, потому что спонсоры нас радуют, опять же. Ребят, это уже пятый выпуск, и я заканчиваю первый сезон. Это было в России. Москва, Питер, Питер, Псков и еще раз Москва. Но я хочу расширяться, поэтому следующие выпуски будут сниматься не в России. Когда выйдет серия, не скажу вам сразу, все будет в Телеграме. Я там пишу все свои мысли и вообще какие-то инсайды. Но скажу сразу – Казахстан. Я хочу туда попасть очень сильно. Ну все, конец выпуска. Спасибо, дружище. Я жду от тебя каких-то, не знаю, новостей о том, что какой-то там Данил, которому шок подарил ПК, выиграл этого. Кто там самый жесткий в Фортнайте? По-разному, я не знаю. Каждый о своем мнении скажет. В World Cup выиграл Буга. Буга? Буга. Нифига себе, Варфейсер и Варфортнайтер сразу. Ладно, все, чуваки. Всем пока, спасибо за лайк. Стоп, лайк. Ну 40 тысяч лайков. 41 тысяч, мы договаривались. Все, давайте, пока. Щемитесь Фортнайтера, Даня. Субтитры подогнал «Симон»!